Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Бельфрэнс, Польша Краков. Дождь, хочу показать вам. Льет у нас, как из ведра. Вот, сейчас разверну, чтобы вам было видно. Видите? Такой дождяра. А я иду на работу. Щеки красные. Давление, потому что выпил распазмолгон, голова болит, еще и не высыпаюсь, и на погоду. В общем, такая она жизнь украинских беженцев, переселенцев, которые остались без ничего. Без ничего взагалі. И, как и вимушены працювати тяжкою працею, чтобы как-то хоть выжить. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроя и всего лучшего. А самое главное, мира и добра всем нам. Можно было еще дуже багато сказати, але умні люди и так усе розумеють. Люблю вас. вот такая красота. Говорю, мама, приходи, будем гулять. Она смеется, залезла под одеяло, говорит, никуда сегодня не пойду. Погода 16 градусов тепла у нас сегодня. Это очень холодно днем. Утром вообще 11 было все в курточках, видите, в капюшонах, зонтами, еще и в ботинках теплых. Это я так сегодня оделась и вчера. Всем привет, мои дорогие друзья, коломайдер френдс, мама. Привет всем. Идем с мамой гулять. Я отработала и решили погулять. Было холодно у нас, запутались мы, уночка. Солнышко, когда светит, тепло более-менее, а когда не светит, уже и холодно. Папа, смотри, сколько листьев. А тут еще и каштаны. Это не желуди, это каштаны. И зачем они тебе нужны? Это же не райские яблочки. Ой, нельзя туда лазить. Назад. Все, я пошла. Просто осень напоминает. Ой, у тебя, по-моему, листик наверху. А, нет. Давайте всем возьмусь, как семья. Зачем? Она будет у меня просто... Детский сад, посмотрите. Я плюшкин. Напоминать, я очень люблю. Угадайте, где моя мама. Угадайте, чем она занимается. Чем занимается мама? Яблочки собирает. Ох и мама. Загорелась идея о райских яблочках. Кстати, здесь их нигде не продают. Но мама знает, где насобирать. Артисткой довольная такая. Она мне все выходные рассказывала, что я хочу сварить варенье из райских яблочек. Говорит, их так много. Краина. Мы как раз мимо проходим. Довольная в азарте. Потом покажу, сколько она насобирала. В Кракове сегодня очень холодно. Я уже одела капюшон. Жду, пока мама яблочки собирает. Я смотрю, что она увлеклась. У нее уже там много. Килограмм точно есть. Также ей захотелось варенье из райских яблочек. Мы уже давно не варили. Но я припоминаю, что вкус варенья этого очень ароматный. Мама, хватит? Маму не остановишь. У нас каждый день есть овощи, фрукты свежие. Я покупаю. Но маме вот захотела. И яблоки у нас дома есть обычно. Но это же не то. Вот райские яблочки. Идет, идет наша мама-добытчица. Смеется, смеется уже. Ну что ты там насобирала? Довольная, посмотрите. Бабтя. Не представляешь. Какое я удовольствие получила. Ну еще бы, как будто по грибы пошла, да? Смотри, как вроде бы я дома бы бывала. А выше подними, чтобы я тебя с ними смотрела. Еще и квиточку сорвала. Ой, ты боже. Рада. И сколько же у тебя баночек получится? Ну, две где-то. Маленьких, да? Да, очень вкусно будет, очень вкусно. Довольная, довольная. Все выходные рассказывала мне про яблочки. Паркетики продаются. Кто-то играет. А, девочка играет. А вот девочка справа на флейте. Трудные пассажи. Девочка, наверное, в консерватории учится. Молодец. Голуби как радуются солнышку. Им еще что-то бросили, еду. А хлеб кто-то накидал им, да. И они в этом парке краковском. На солнышке кушают, да, бабцы? А мы пошли гулять. Я отработала. Часов очень мало. Теперь я буду стройная и красивая скоро. С бабцей, да, бабцей? А розы какие красивые возле театра Словацкяга. Посмотрите, они еще цветут. Бабця, что я вижу? А где ты взяла? Девочка купила. Когда? Сегодня. Видишь, какая заботливая. Одну на двоих. Не хватает здесь жалости. Только вышла. Думаю, что она там сзади жужжит. Как у муки у меня жужжит. А это, видите, тротуары подметаются. Хорошо, что я оглянулась. А то вся была бы сейчас зеленая. На траве у нас дождик прошел. 11 утром градусов. Видео будет состоять из нескольких дней. Поэтому могу несколько раз здороваться. Не удивляйтесь. И говорить о погоде. Всем хорошего дня. Рабочий день. Машин очень много. На дорогах. Видите, сколько? Протяженность большая, огромная. Представляю, как долго я буду сейчас ехать. Грузовые и легковые. Видите, все в одной линии едут. Трасса очень сильно загружена. Поэтому особенно утром, час пик. Когда все едут на работу. И вечером после 4-4-3. Очень трудно доехать своевременно куда-либо. Видите, такая красота. Сняла курточку. Как я вам сказала, уже еду без курточки. Всем хорошего дня. Я говорю, всем хорошего дня. Мама говорит, твоё. Приветствую. Скажи, ты хорошего всем дня. Хорошего дня на сегодня. Солнышко так тепло. После вчерашнего дня дня. Мама, мне её не спрячешь. Как шила в мешке. Я говорю, сиди тихо. Я только сама скажу. Говорю, мы так каждый день здороваемся. Видео записываю в начало. А продолжения нет. Потому что работаю очень много. Говорю, сиди тихо. Просто раздороваться не будем. Смотри, ну, я сказала там фразу. Мама говорит, ой, я. Мне же тоже хочется быть в центре вашего внимания. Вот видите, ребята, как потеплело. Все пораздевались. Солнышко. Дождя нет. Наверное, 23 градуса, да, сегодня? Что там написано, не знаешь? Да, 20-23. Вот так. Видите, какая клумба оригинальная. Вроде бы простые самые цветочки. Сиреневые. Как они пахнут. Пахнут? У меня нос не слышит. Еще и пчелки летают. И бабочки. Красота это осенье, да? Да. Вообще прелесть, да? Угу. Сидим с мамой в парке. Немножечко есть времени, чтобы рассказать вам новости, которые происходят в Польше. Вот на данный момент не очень хорошие новости. То, что многие южные регионы Польши страдают от затопления. Река Висла разливается. Она протекает по всей Польше. По всем городам и селам некоторым. И поэтому, особенно с дождями до южной регионы, пострадали. И уже эвакуировали, вернее, 3000 с лишним человек из наиболее опасных регионов Польши в связи с этим. И 4 человека, к сожалению, даже погибло из-за наводнения. И знакомят граждан с тем, как нужно вести себя в состоянии, да, с правилами поведения. Как нужно вести себя в чрезвычайном положении, связанном с наводнением. Чтобы люди перебирались на более высокие этажи. Чтобы готовили запас еды, воды. Вода должна быть обязательно купленная, а не из непонятных источников добытая. Ну, надеемся, что Краков это не коснется. Там, где мы живем, мы живем на горе, да, наверху. Ну, так что кому вдруг надо будет, приходите к нам, ребята, будем спасаться. Уехали от войны. Вода не страшна, потому что мы видели более, не дай бог, страшные вещи. Не дай бог никому пережить это. Но все равно всем желаем мира, добра и всего только самого доброго. Такая собачка гуляет умная, к хозяину подбежала. Без намордника, вернее, без поводка нельзя таких собачек больших. Но она очень умная у него. Хозяин попил, и собачка будет пить из мисочки. Видите? Не хочет пить. Вечером магазин работает в супермаркете. Сколько людей много. Многие уже спят, ребята. А мы все бегаем с мамой, да? Да. Жилье дорогое. Все дела, дела. Некогда спать. Ой, так хочу клавиатуру, так хочу клавиатуру, так стараюсь зарабатывать на нее. Мам, ты нагулялась за сегодня? Ой, еле стою. Чего? Устала. Устала? Да. Ничего, скоро придешь, будешь отдыхать со мной. Я тоже буду отдыхать, потому что у меня ноги болят. Набегалась тоже вместе с тобой. Хотя ты и сама бегала много сегодня по делам, да? Да. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Сколько блогеров. Смотрите, одни блогеры. Люди гуляют, радуются, позитивные эмоции получают. Да, Ниночка правильно пишет всегда и говорит, движение – это жизнь. Поэтому. Продолжение следует...